Недоверие горожан к сотрудникам ЖКХ зачастую оправдано. В Сочи есть такие компании, которые собирают деньги на содержание домов, но дворы и жилой фонд, за состоянием которых должны следить эти горе коммунальщики, находятся в плачевном состоянии, поэтому лицензирование позволит убрать с рынка услуг недобросовестных исполнителей. Всего же на территории Большого Сочи работает более 40 управляющих компаний, и четверть из этих коммунальных предприятий, по мнению жителей, эту аттестацию не должны пройти. В число тех, кого лишат права обслуживать жилой фонд, попадут и те компании, на которые чаще всего жалуются сочинцы. Те организации, которые себя проявили негативно, их лицензируемых мы видеть не должны. Меня волнует Возрождение, меня волнует Рео-3, Рео-10, меня волнует Рео-18. Это я наизусть уже их знаю, заглав районов, которые с ними работают. Обсудили и другой важный вопрос – наполняемость муниципального бюджета. Сочинцы неохотно платят налоги по центральному району. На 1 марта они досчитались порядка 72 миллионов рублей. Это земельные и имущественные налоги. Самый внушительный долг у Адлерского района – почти 102 миллиона. Давайте мы возьмем Костинский район. Пожалуйста, сколько у вас должно быть по итогам трех месяцев доходов по вашим налогам? Если конкретно так, по состоянию на 1 марта вот эти четыре района имеют задолженность по вышеуказанным поступлениям в сумме 290 миллионов. Анатолий Пахомов напомнил, эти средства из муниципальной казны идут на реализацию всех социальных проектов, а также и на благоустройство курорта. Если раньше были дополнительные источники финансирования из федерального и краевого бюджетов, то теперь городу нужно самостоятельно заботиться о своих потребностях. Собираемость налогов должна быть стопроцентной. Это касается и штрафов, которые выдаются районными административными комиссиями за нарушение порядка и чистоты. Анатолий Пахомов берет эти вопросы на особый контроль. Кроме того, 4 апреля в Сочи объявлен общегородской субботник. Курорт нужно подготовить к предстоящему празднику Пасхи. Горожан призывают принять участие в наведении порядка во дворах, многоквартирных домов и на частных подворьях. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.